Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Проследовательное нажимание на эту кнопочку производит открытие или закрытие окошечка ресурса справа от презентации, которую вы сейчас видите. В ближайшее время состоится еще несколько вебинаров. И давайте я вам немножко о них расскажу. Одну минуту сейчас загружу файл с соответствующим расписанием. Значит, ближайший вебинар, который тоже буду вести я, состоится 6 декабря. Будет он называться вот так вот. Как преподавателю стать автором электронного учебного издания. И зарегистрироваться на него можно по вот этой ссылке. И следующий за ним вебинар 7 числа будет называться вот так. Этот вебинар будет в некотором смысле продолжением или расширением того вебинара, который сегодня я проведу. И на него тоже зарегистрироваться можно будет вот по этой вот ссылочке. Вот. Ну что ж, а теперь давайте приступим к нашему сегодняшнему вебинару. Тема у нас сегодня достаточно интересная. Хотя, может быть, находится и немножечко сбоку от тематики чисто ЭБС, к которой мы с вами уже привыкли. Ну, тем не менее, ArtPortal – это один из проектов университетской библиотеки онлайн и компании DirectMedia. Я считаю, что это один из лучших проектов, несмотря на то, что проект почти полностью открытый. Про доступ к нему мы тоже сегодня поговорим. Почти все функции самого ArtPortal, они доступны в открытом доступе. Сегодня мы поговорим о том, что можно делать на нашем ArtPortal, как на него попасть. И какие есть проекты внутри ArtPortal, которые особенные, на которых можно остановить отдельное внимание. Я имею в виду прежде всего о нашем проекте, который называется «Артотека», и который существует внутри проекта ArtPortal. Ну, прежде всего, сам ArtPortal. Давайте я дам на него сразу ссылочку. Находится по вот такому вот простому адресу. Можете его открыть и параллельно рассматривать. Ну, давайте, собственно, вперед и пойдем, и начнем рассматривать ArtPortal. Ну, да, наверное, уже не такой уж новый наш портал, но так как он постоянно обновляется и пополняется новыми идеями, то можно и так назвать. Вот главная страница нашего ArtPortal. Все, о чем я сейчас буду говорить пока, это все бесплатно для всех и может служить основой для того, чтобы этот ArtPortal использовать у вас в вашем учебном заведении или там, где вы работаете. Ну, во-первых, да, я обычно говорю, почему наши открытые проекты являются образовательными проектами. Прежде всего, ArtPortal у нас есть еще один образовательный открытый проект, который называется «Энциклопедиум», но сегодня о нем не будем говорить. Сегодня будем говорить только об ArtPortal. Так вот, почему наши открытые образовательные ресурсы являются тоже образовательными? Ну, про ArtPortal я могу сказать просто вот такими вот словами. ArtPortal, он готовит иллюстративную базу для многих форм учебной деятельности, которые практикуются в вузе, в школе, в среднем учебном заведении. Прежде всего, конечно, это касается гуманитарных направлений. Ну, не буду говорить о самом естественном это искусствоведении, но на самом деле, конечно, и по истории, и по многим другим направлениям по истории, по философии, может быть, даже по психологии. Можно найти много иллюстраций из классической живописи. И вот такое вот использование иллюстративной базы, оно на данный момент является естественным. Если еще 10 лет назад эссе или какая-нибудь иная работа студентов без соответствующей иллюстративной базы, содержащей один текст, являлась нормальным явлением, то сейчас мы уже считаем голый текст таким вот неестественным медиа. Возможно, это связано с тем, с той революцией медиа, которая случилась в наше время, возможно, даже помимо нашей воли. Но мы знаем, что даже мы, люди, привыкшие к так называемому длинному чтению, воспитанной в книжной культуре, с трудом сейчас в сети воспринимаем материалы, не содержащие иллюстративные базы. Вот если, даже если обыкновенную новость, коротенькую на 3-4 абзаца мы видим без сопутствующей картинки, которая контекстно связана, даже если эта картинка только контекстно связана, а не непосредственно передает суть этой новости, мы начинаем как-то не очень хорошо относиться к этому источнику, иногда вообще его не читаем. Это, к сожалению, суть, я не знаю, к сожалению или к счастью, это суть тех процессов, которые произошли за последнее время и которые выдвинули медийные источники, такие как иллюстрации, видео, звуковое оформление, ну если не совсем на первый ряд, то вровень с текстом. И когда мы сейчас видим только тексты одни, то подозреваем, что это либо чисто научный какой-то материал, либо что-то не совсем правильно оформленное, потому что человек не удосужился подготовить иллюстративный материал вместе с этим текстом. Современные студенты и школьники, они это понимают изначально, потому что в этой среде они уже живут с самого своего рождения, и для них давать иллюстративный материал как часть того медиа, которое они создают, является естественным процессом. Более того, я вам хочу сказать, что возможно даже те тексты, которые они создают, они являются скорее подписью к тем картинкам, которые они публикуют, как правило. Ну, я не хочу сказать, что это верный путь для академической деятельности, но тем не менее, даже в академической деятельности обильно иллюстрированный учебный материал студенческий или даже научный материал, он является более хорошо усваиваемым и, как правило, более лучше оценивается, нежели материал сухой. Вот поэтому, собственно, нахождение иллюстративной базы является насущной задачей для учебного процесса. И именно поэтому такие источники, как арт-портал, мы считаем учебными источниками или, по крайней мере, дополнительными источниками для обучения. Ну, сам арт-портал, он не очень сложен, у него есть несколько уровней интерфейса, но, тем не менее, они интуитивно понятны. Давайте я вот сейчас буду рисовать поверх экрана. Вот есть вот эти вот кнопочки интерфейса, которые помогают нам сразу перейти к видам искусства. Это, во-первых, живопись, графика, архитектура, скульптура, декоративно-прикладное искусство и искусство, связанное с театром. Как правило, оформительское искусство. Вот. Следующий срез интерфейса находится вот здесь, снизу. Это... Вот. Это... Этот срез накладывает... Накладывает фильтры на весь контент по признакам принадлежности к музеям, к авторам, к странам, к жанрам, эпохам и стилям. И отдельно, видите, тут чуть-чуть... Поддаля находится... Пункт меню, который называется «Артотека». Это отдельная часть арт-портала. Мы ей посвятим вторую часть нашего сегодняшнего вебинара. Итак, ну вот я... Рассказал вам, по какому адресу можно найти наш арт-портал. Не будем останавливаться здесь. Ну, габаритные параметры. Это более... Полусотни тысяч изображений, агрегирующие более 600 авторов и более 3000 музеев. Ну, количество авторов и музеев, как вы видите, оно огромно просто. Что касается количества изображений, мы вот недавно произвели чистку нашей базы данных, удалив оттуда некоторые не очень качественные изображения и дубли. Поэтому, если вы видели чуть большую цифру, то вот сейчас чуть-чуть сократилась эта цифра, потому что мы оставили только хорошее изображение у нас и удалили дубли. Какие стили и направления, какие жанры? Ну, здесь приведены только малое количество стилей и жанров. Вообще, на самом деле, их гораздо больше. Ну, прочту некоторые из них. Это абстракционизм, барокко, импрессионизм, кубизм, постимпрессионизм, примитивизм, реализм, рококо, символизм, футуризм. Есть еще много стилей, связанных с современностью, чисто современные стили, более узкие стили. Ну, и жанры. Такие, как аллегория, анималистика, баталистика, бытовой жанр, исторический, мифология, натюрморт, пейзаж, портрет и все, что связано с религиозным искусством. Ну, и тоже есть и более, и другие тоже жанры есть. Давайте рассматривать последовательно наши кнопочки там, где есть в основном там, где есть ну, не скажу, что что-то интересное интересное есть везде, где есть некоторые особенности. И заодно по нажатию на этих кнопочек будем рассматривать внутреннее строение внутренних страниц от портала и возможности, которые создаются на этих страницах. Первая страничка это первая, первая кнопочка рассмотрим, это живопись. И вот внутри этой кнопочки посмотрим информацию о произведении. Конечно, это можно было бы делать и не внутри живописи, и внутри другой кнопочки. Ну, вот посмотрим живописное полотно. Что у нас есть? То есть, разумеется, кроме самого изображения есть достаточно подробное описание. Описание, как правило, в описание входят авторство, принадлежность к стилю, к жанру, к виду искусства, материалы, техника, страна, где вот здесь не все не все данные, иногда, то есть, только те данные, которые есть по данной картине, по приведенной картине, да, а здесь еще может быть размер данного произведения, ну, и некоторые другие параметры, например, музей, в котором хранится это произведение, ну, про страну здесь написано, да, иногда бывают еще некоторые дополнительные параметры, вот, ну, и внизу вот эти вот кнопочки добавить галерею и скачать, они становятся доступными тогда, когда вы зарегистрируетесь на арт-портал, регистрация на арт-портале, она бывает двух типов, она бывает бесплатная и подписка, по подписке вы получаете некоторые дополнительные возможности, об этом я позже скажу, а если, даже если вы просто подписываетесь, у вас появляется возможность создавать галереи собственные и скачивать информацию, ну, собственно, скачивать информацию, конечно, вы можете даже и не регистрируясь и без этой кнопочки, все знают, как это делается через браузер, ну, тем не менее, вот есть такой момент, можно по кнопочке это тоже делать, вот, вот эта картинка, эта страничка, она является базовой, то есть, это базовая страничка для описания конкретного произведения, пойдемте дальше, вот на примере графики рассмотрим дальнейшие варианты, опять же, попадаем в в спасибо, попадаем в описание конкретного произведения, и что еще есть в описании конкретного произведения, внизу даются рекомендуемые для просмотра объекты, они создаются по некоторой аналогии, то есть, вот, если есть какая-то тема этого произведения, это вот некоторые контекст, который предполагается вам важным, он воспроизводится вот здесь вот внизу, и его можно тоже вызывать. следующий пункт это архитектура, и вот на примере архитектуры, да, мы рассмотрим, вот опять же, мы попадаем в окошечко объекта, все тоже здесь привет, присутствует, возможно, здесь нету некоторых пунктов, которые присутствуют в описании полотен, да, размера и еще чего-то, может быть, здесь другие, по-другому это все написано, вот, например, там, в качестве года написано основан в таком-то году, или часто здесь большой диапазон лет, в которые это произведение было создано, вот, ну, а здесь мы на примере архитектуры показываем вот эту вот навигационную цепочку, или, как иногда говорят, хлебные крошки, веб-разработчики используют такое понятие хлебные крошки, то есть, это последовательность иерархии экранов, которые привели вас к этому экрану, то есть, чтобы понимать, откуда вы шли, и в любой момент по клике вы могли возвратиться в любой из предыдущих экранов, через которые вы пришли на эту конкретную страничку. Скульптура. Да, ну вот, на примере скульптуры показывается изображение в большом, большое изображение, большое изображение, давайте вот откатимся сюда, на самом деле, в любом, в любой страничке описания объекта, как вот здесь, например, вы можете щелкнуть на вот это изображение, а вот здесь уже отличается платная и бесплатная версия, то есть, подписная и неподписная версия, если версия у вас подписная, то вы переходите к изображению в большом разрешении и к увеличению. Ну, собственно, хочу сразу сказать, что увеличение и большое разрешение не всегда связаны друг с другом, даже если картинка, нет картинки в хорошем, в большом разрешении, все равно есть опция увеличить, просто для того, чтобы лучше разглядеть какие-то части изображения, но многие картинки существуют в очень хорошем разрешении, там несколько тысяч пикселей по каждой, по каждому направлению, по высоте и по ширине, поэтому возможен вот такой вариант, когда вы картинку увеличиваете и с каждым увеличением у вас разрешение не падает, а остается равным разрешению вашего экрана, то есть вы все новые и новые нюансы изображения начинаете видеть. Ну, кроме того, вот здесь можно посмотреть, какие есть специальные средства для подписчиков. Вот, можно поместить, например, в галерею, свою галерею, для этого галерею надо сначала создать и в нее помещать те произведения по признакам, которые вам только известны и создать таким образом несколько своих пользовательских галерей для каких-то целей. галерей. Ну, также можно поделиться, скачать, перейти к другим работам автора этого и так далее. Тут достаточно эти кнопки просты в понимании. Да, ну и вот говоря о просмотре иллюстрации с увеличением, можно сказать, что есть несколько работ с очень хорошим разрешением. Вот, например, одна из работ это «Явление Христа народу», где очень высокоразрешающая картинка в очень высоком разрешении. Вот, например, вы видите вот вся картинка, а вот тот участок маленький, который в настоящий момент показывается на весь экран. И это все можно разглядеть. Потом вы увидите, как эта картинка используется в наших интерактивных сервисах для лучшего пояснения в ортотеке. Об этом мы сейчас расскажем. У нас практически все наши изображения, общей лицензии такого понятия юридического нету, они даже не пооткрыты. это паблик домейн. То есть в основном это те произведения, которые на которых срок все сроки прошли, они находятся в публичном доступе, их можно использовать как угодно. дитя показан тот вариант, когда картинка очень хороша, поэтому можно ее увеличивать и увеличивать несколько раз и всякий раз разглядывать ее отдельные моменты. Вот хочу, кстати, обратить внимание, все из вас наверняка видели эту картину «Явление Христа народу», «Но видел ли кто-нибудь, что вот за фигурами апостолов будущих находятся вот еще вдали люди, которые что-то кричат, взывают, видят и так далее, маленькие фигурки? Пожалуй, даже те, кто был в Стретяковской галереи, на это никогда не обращали внимания, и это надо быть очень внимательным, чтобы разглядеть эти фигурки. Они, тем не менее, нарисованы на этом великом полотне, их удается разглядеть иногда только при помощи такого механизма увеличения. Следующий пункт это декоративно-прикладное искусство, и на этом примере я хотел бы рассказать вам о применении фильтрации. На самом деле все, что я вам до этого говорил, вот, например, вот здесь вот этот наш стандартный экран конкретного произведения, это было через один шаг, это не сразу после нажатия вот этой вот кнопочки, вот этих вот кнопочек, да, вот, вот, вот этих вот кнопочек, да, а через один шаг после того, как вы выбираете конкретное произведение. А что же происходит, когда вы, собственно, нажимаете на эту кнопочку, происходит появление матрицы вот этих вот изображений, и эти изображения можно либо сразу выбирать, листать эту матрицу, ну, в связи с тем, что сама по себе эта матрица, она огромная, даже внутри раздела она огромная, то есть, если всего там более 50 тысяч, то, соответственно, по каждому разделу, ну, по живописи, это, наверное, половина, да, всего 25 тысяч не налистаешься, поэтому есть внутри фильтры, опять же, можно выбрать по направлению, по музею, по автору фильтр, либо сразу поискать вот в этом окошечке по известным вам по известному вам слову из названия или по какому-то другому признаку, ищется во всем описание, не только в названии картин, но и во всем описании картины, которые у нас существуют. Перейдем к нижнему ряду, здесь рассмотрим не все, а только некоторые элементы меню, которые содержат в себе дополнительные некоторые функции. Ну, вот, первое это по авторам, и хочу вам сказать, что когда вы попадаете в список авторов, и можете перейти ко всем картинам авторов, и тогда это будет примерно такая же матрица. Да, хочу сразу сказать, что в этой матрице просто по наведению мышкой вы попадаете в достаточно крупное уже крупное изображение, чтобы сразу понять то ли это или не то перед тем, как перейти к нему. Это удобно, потому что вы не переходите туда, куда вам не надо, просто не разглядев. Можно сначала разглядеть, а потом уже перейти к самому объекту. Ну, это к слову. Итак, по авторам у нас есть еще дополнительная информация по каждому автору, которая называется, так и называется, информация об авторе. о многих авторах, конечно, не о всех из тех 5000 авторах, о которых мы ведем речь, есть информация, среди них есть достаточно малоизвестные авторы, но тем не менее об основных авторах и о большом количестве авторов у нас есть достаточно подробные их биографии, описания. Эти биографии соответственно тоже очень полезны конечно для в учебном процессе, ну и просто познавательно полезны, потому что не отрываясь от нашего портала, не переходя в какие-то другие источники, вы можете прочитать про автора и взять необходимую информацию для учебного произведения вашего. Вот, ну и если листать эту страничку вниз, дальше есть тоже контекстные кнопочки. Вот так выглядит нижняя часть этой странички про автора. Во-первых, вот есть здесь кнопочки, они повторяют, как вы видите, вот эти вот кнопочки, да. Что это означает? Это означает, что для этого автора, ну в данном случае для Босха, существуют работы живописные и графические работы. Соответственно, нажимая на эти кнопочки, мы нажимая на эти кнопочки, мы перейдем к вот только этому срезу работ данного автора. Не переходя, например, если нас интересуют только графические работы Босха, мы можем нажать на вот эту кнопочку и попадем к тем работам, которые выполнены в стиле или графика тоже, исключая те полотна, которые он нарисовал. Далее есть список книг в нашем интернет-магазине, которые электронных книг, не бумажных книг, а электронных книг, в которых представлен данный автор. В данном случае Босх представлен в трех книжках. Первая книжка это 100 художников, вторая книжка это музей Прада, где расположено одно из главных произведений Босха садземных наслаждений. Ну и книжка собственно по ирониму Босху, посвященная ему в серии «Великие художники». Вот эти книжки вы можете, если вас они интересуют, сразу приобрести в интернет-магазине, они кстати не очень дорогие, не суть. Важно то, что контекстно подобраны книжки под данного автора. Если вы этим автором интересуетесь, у вас сразу подгружается и контекстная информация тоже. Ну и внизу начало галереи этого автора, которая листается. Вот вы сразу можете перейти к каким-то работам или начать листать вперед-назад эту галерейку, даже не переходя к странице работ автора, к большой странице работ автора, где эта же информация представлена в матричном виде уже. Ну и если вы тут сразу, особенно если автор не очень много работ, то они все помещаются в одну-две вот такие полосочки, тогда можно быстро найти здесь и перейти уже прямо отсюда. Информация по музеям похожа по информации по авторам. Если в произведении есть информация о том, в каком музее хранится информация, то в каком музее хранится данный объект, то можно также посмотреть информацию о музее. Информация о музее представлена, опять же, это контекстная информация, которая очень удобна для учебных работ, это текстовая информация, которую можно просто забрать отсюда и использовать. Ну и также это интересно с точки зрения, если вы хотите посетить, но особенно если это недалеко от вас где-то находится, посетить данный музей, тут его адрес, некая информация о музее и что важно ссылочка на сам музей, на его сайт официальный. Ссылочка очень важна, потому что сейчас очень часто на официальных музеях тоже стали выкладывать хорошие коллекции произведений, очень часто это коллекции произведений в отличном качестве, то есть музеи за последние пару лет очень сильно изменили свое поведение в онлайн пространстве и очень часто выкладывают, к сожалению, это больше характерно для западных музеев, ну и думаю, что наши тоже подтянутся, большое количество своих запасников они выкладывают в открытом доступе. Вот буквально за последние за осень было, наверное, пять или шесть сообщений о крупнейших музеях, которые выложили в открытый доступ на своих онлайн ресурсах коллекции в размере от тысяч до десятков тысяч экземпляров своих хранящихся произведений, то есть это огромные коллекции какие-то, как правило, у них есть и хороший доступ к этим коллекциям, иногда даже какие-то как в вот не помню какой-то из британских музеев, по-моему, это и есть британский музей, даже 3D изображения различных скульптур и тех произведений, которые хранятся в них, в общем, очень интересно, поэтому сама по себе эта ссылочка отсюда, она очень интересна и важна. Кнопочка эпохи и стиля, она интересна тем, что здесь появляется вот такая вот, к сожалению, достаточно мелкая, вот такая вот шкала времени, на которой вы можете выбрать век, который вас интересует. И в этом случае на все произведения, которые вот здесь появляются, накладывается еще и фильтр времени. Ну и одновременно здесь приводятся стили, по которым вы тоже можете выбрать только то, что вам интересно по данному стилю. Хочу также заметить, что вот эта вот шкала времени, она также появляется, когда вы пользуетесь расширенным поиском, и в этом случае она является одним из дополнительных фильтров, которые вы используете при поиске. Какие дополнительные возможности пользователя, если он зарегистрирован в системе. Это загрузка изображений. Честно говоря, вот этот пункт является немножко устаревшим, потому что мы от него потихоньку отходим, считая, что людям не нужна отдельная кнопка для того, чтобы скачать картинку, они знают и так, как это сделать в браузере. Также пункт моей галереи и коллекции пользователей. Это те пункты, которые позволяют вам индивидуализировать ваш сайт и создать какие-то подборочки из произведений сайта, которые вы сами создаете для себя. По тем признакам, не по стандартным признакам, которые есть, которые я назвал, а по тем признакам, которые вам удобны. Данный интерфейс существует только тогда, когда вы зарегистрировались и вы можете тогда добавлять галереи вот таким. Это в вашем личном кабинете находятся все эти функции. Вы можете добавлять галереи, давать им названия какие-то, а потом да, ну и вот здесь возникают объекты ваших галерей, их тоже можно листать вперед-назад. Сами произведения в галерею вы помещаете по кнопочкам, которые находятся на страницах самих описаний самих произведений, либо на просмотре самих произведений, если вы помните, когда я показывал произведения в большом формате, то там тоже есть кнопочка такая поместить в галерею. То же самое с коллекциями, с загрузками не будем сейчас говорить, это сейчас мы от этого отошли, и этого функционала сейчас уже нету, и видимо не так он нужен, потому что действительно можно просто по правой кнопке мыши всегда скачать изображение на свой компьютер, и вовсе арт-порталу не обязательно об этом знать, это ваши личные уже отношения с данным произведением, тем более, что, как я уже сказал, как правило, все произведения находятся под свободной лицензией, абсолютно свободной, и их перемещение в информационном пространстве, оно является свободным, его особенно регистрировать не надо. Да, ну и вот тут еще раз показано о том, какие параметры можно настроить, какие фильтрации, во-первых, это поиск, поисковая строка, во-вторых, шкала времени, и в-третьих, фильтры по странам, музеям, авторам, жанрам, стилям, и так далее. Вот эти фильтры вы можете при поиске накладывать. Сейчас я все подробно расскажу про то, как это соотносится с базовой коллекцией и с подпиской. Итак, расширенный поиск. Ну, собственно, вот на предыдущем окне как раз было описано о том, какие фильтры можно накладывать, и что если, конечно, вы расширенный поиск не включаете, то можете просто воспользоваться обычным поиском, и тогда как правило достаточно его, чтобы если вы знаете хотя бы несколько одно или несколько слов из названия произведения, это достаточно, чтобы его найти. Если вы не помните, то тогда, конечно, уже лучше воспользоваться расширенным поиском и попытаться наложить какие-то фильтры, которые отсекают остальные картины, чтобы прийти к какому-то набору из там пары десятков произведений, и из них уже найти то, что вам надо. Это, как правило, можно сделать даже тогда, когда вы хорошо очень-очень примерно помните и автора, и название произведения. ну и вот мы сейчас приходим к одному из наших главных сервисов в арт-портале, это арт-отека, арт-отека это, да, вот у нас здесь есть, сейчас я вам дам две ссылочки, одна из ссылочек, это ссылка на страницу арт-отеки в арт-портале, это одна из страниц арт-портала, вообще, несмотря на то, что арт-отека является неотъемлемой частью арт-портала, у нее есть ряд собственных черт, и это отдельный подписной сервис, ну он относительно отдельный, потому что подписка на арт-отеку является автоматически ведет к подписке на расширенные функции арт-портала, вот здесь мы не делим их, но это такая вот вишенка на нашем арт-портале, которая позволяет его полнее использовать, что такое арт-отека, арт-отека это такие коллекции и подборки изображения из арт-портала, которые снабженные достаточно подробными описаниями, либо снабженные дополнительными какими-то дополнительным функционалом, которые позволяют полно, достаточно полно осветить тот или иной срез нашего арт-портала. Этот срез может быть именной, например, работы какого-то художника, этот срез может быть по музею, например, описание картин какого-то великого музея, срез может быть посвящен очень подробному описанию какого-то великого произведения, у нас есть несколько таких выпусков арт-отеки, например, описание произведения явления Христа народу Александра Иванова и тоже большой выпуск, даже сдвоенный выпуск, посвященный триптиху Босха садземных наслаждений. Это особые такие интерактивные выпуски, о которых мы чуть подробнее поговорим позже. Всего у нас сейчас около вот мы готовим 34 выпуск, скоро он выйдет в течение декабря, то есть мы работаем над этим пополнением нашей арт-отеки уже почти два года, полтора как минимум, и пополняем нашу арт-отеку, раз в две недели появляется у нас новый объект, новый проект в арт-отеке. На каждой из этих страниц, страница это, наверное, сказано слишком не отражает той насыщенности. На самом деле, если говорить о этих проектах, они оформлены в виде больших длинных страниц, это то, что сейчас называется в современных медиа называется long read или web documentary. То есть, это большая страница, наполненная таким глубоким мультимедийным содержанием с достаточно подробными текстами и описаниями, но не в виде книги, где это все идет подряд, а в виде какой-то мультимедийной структуры. Так вот, в наших этих проектах от, как правило, от нескольких десятков, ближе к сотне, конечно, до нескольких сотен произведений описывается в каждом. И вид описания тоже различен. Какие виды проектов артотеки у нас присутствуют? Да, ну вот, давайте я сначала назову только некоторые из тех проектов, которые есть. Это в разделе авторские от проекта, то есть, то, что мы сделали, можно сказать, с нуля, это наши собственные авторские сборники. Это описание произведения «Явление Христа народу» Александра Андреевича Иванова, произведение Босха, как я уже говорил, сдвоенный выпуск, большой. Дальше большие интерактивные выпуски по несколько сот произведений в каждом. Это искусство Египта, искусство Китая, искусство скульптуры, Япония, Бальтазар Нойман, итальянское возрождение, северное возрождение, пейзаж, образы Италии, образ Христа в европейском искусстве, книжная миниатюра и так далее. И есть интерактивные альбомы, они во многом повторяют наши альбомы, которые компания Директ Медиа выпустила в виде отдельных книг совместно с издательством Комсомольская Правда в разделе Великие художники, Великие музеи и так далее. Это такие альбомы, как Валентин Серов, Галерея Уфицы, Третьяковская галерея, Веласкис, Дрезденская галерея, Каирский музей, Брюлов, Лондонская галерея, Лувр, Метрополитен, Музей Дорса, Музей Прада, Рейкс Музеюм, Рембрандт и многие другие. То есть здесь на вскидку примерно половина всех наших работ приведена. Такая самая популярная. А какие существуют? Да, это несколько заголовков наших проектов внутри артотеки, наших страниц, наших выпусков. Вот так они выглядят. Как правило, это полноформатные изображения являются заглавиями. Сейчас я вам дам ссылочки чуть позже на некоторые наши проекты, которые вы можете свободно посмотреть. Часть проектов артотеки к ним доступ свободный. Это четыре проекта, которые мы сделали свободными, сделанные по-разному. По поводу технологий, какие технологии у нас используются. Есть разные подходы, значит, вот у нас есть так называемая интерактивная страничка, это такая вот технология, условно говоря, бесконечного холста, на котором набросаны разные описания, картины, которые можно выбирать. Исторически это самые первые наши проекты в артотеке, в частности искусство Китая таким образом сделано. Второй, я считаю, наиболее продвинутый вид наших проектов артотеки, это так называемые интерактивные карты, интерактивные путешествия, это мультимедийные интерактивные проекты, в которых есть возможность очень либо очень подробно рассмотреть одно какое-то произведение, либо в них существуют такие интерактивные элементы, как оси времени, на которых накладывается произведение, и можно смотреть в развитии какое-то направление искусства в развитии по времени. Ну и наши альбомы, они выполнены в виде лонгрида, сейчас мы подробнее по каждому из них поговорим. Вот так примерно выглядят наши проекты в формате интерактивной странички, вот такое поле, на котором можно выбирать тексты, выбирать разделы, внутри которых можно тоже листать и смотреть какие-то произведения, вот так это примерно выглядит, это один из двух таких проектов, который называется Дворцы и Замки Европы, есть еще проект, который называется Искусство Китая в таком формате. Второй формат это наши интерактивные альбомы, то, о чем я говорил, они во многом совпадают с теми книжками, которые издательство Директ Медиа в свое время издавало. В каждом из таких проектов несколько десятков, ну ближе к сотне где-то произведений, и они выполнены вот так, значит, сначала большое такое заглавие красивое, и после этого описание произведений, описание несколько глав в каждом таком лонгриде, да, вот это начало главы, потом идут вот такие вот менее подробные описания, картинки, на каждую из этих картинок вы можете кликнуть, и уже попадаете в на арт-портал в увеличенное изображение каждой из этих картинок, где можете уже по этому изображению подробно его увеличить, посмотреть какие-то их части. Ну, кроме того, к каждому из этих произведений есть отдельное описание, ну, относительно подробное, то есть это один, два, три абзаца, так, то есть достаточно подробно для того, чтобы эти произведения использовать где-то в учебной деятельности, эти описания, они находятся, да, обращаю ваше внимание, эти описания подробнее, чем те описания, которые есть, собственно, на арт-портале, потому что они взяты из вот этих вот наших книжек, и эти описания, они не непосредственно под этими изображениями находятся, а в составе главы дальше идет такой вот отщелкивающийся текст, который в нормальном состоянии убран, чтобы не мешать просмотру, и оттуда можно эту информацию забрать. Ну, и вот, хотел бы сейчас вам рассказать о двух наших проектах, которые так, наиболее продвинуты, это а, нет, прошу прощения, сейчас пока я вам расскажу о одном из таких проектов, которые представляют из себя интерактивные сборники, да, интерактивные сборники, вот как вы видите, вот тут вот есть габаритные параметры, это 8 разделов, 517 иллюстраций и 8 интерактивных таймлайнов, да, я в частности вот этот проект, он является открытым и давайте я вам сейчас дам ссылочку на него, где-то он у нас тут находится, так, вот он в самом начале, вы его можете посмотреть прямо сейчас, не уходя из нашего вебинара, вот, вот можете посмотреть, что из себя представляет это, вот эти вот 517 иллюстраций, они даны в 8 интерактивных таймлайнах, которые позволяют по времени разместить, по времени появления произведения разместить в каждом из разделов произведения, и так же, как я вам говорил, каждое из изображений является кликабельным, и это изображение, от этого изображения вы переходите к от этого изображения вы переходите к его карт-порталу, к этому изображению, где вы можете разглядеть его в большем виде. Елена, 4 из всех наших проектов фортотеки являются открытыми, а остальные они по подписке. Ну, я вам сейчас кое-что дам, кое-какой материал дам из закрытых, вот, в течение нашего вебинара, из закрытой части, можете частично ознакомиться. По русской архитектуре давайте я вспомню наши планы, что-то у нас было, должно быть, наверное, должно быть, наверное, и по русской архитектуре тоже. Ну, все-таки надо понимать, что в основном, конечно, портал, архитектура составляет не большую его часть, в основном это, конечно, живописи, графика, в меньшей степени скульптура и архитектура. Вот, поэтому там на несколько десятков проектов по живописи будет проходиться, наверное, несколько проектов по архитектуре. Но в настоящий момент четко по архитектуре есть проекты, это проект Neumann и частично есть в проектах по возрождению, там очень много архитектурных произведений тоже есть. Да, ну вот так вот примерно выглядит ось времени, к сожалению, тут вот серенький тон не очень хорошо виден, на самих проектах артотеки это лучше все видно и более в лучшем масштабе видно. Вот такая вот ось времени интерактивная, которую можно раздвигать, можно сдвигать, вот здесь вот находятся годы или века в зависимости от масштаба и вот здесь вот значки изображений, которые на этой оси времени находятся, их можно просто либо непосредственно тыкать, либо перемещаться слайдером вперед-назад по этой оси времени. И попадаем на более подробное описание и на собственно сами изображения. Вот в этом как раз интерактивная суть данного приема. Ну я хотел бы вас тоже познакомить с одним из самых продвинутых форматов нашей галереи, нашей артотеки, прошу прощения. Это вот есть у нас два проекта, один одинарный и открытый, на него я тоже вам ссылочку дам, второй совсем недавний выпуск 3031 открылся, по иониму Босха он в подписке дан, это так называемые интерактивные путешествия или интерактивные карты. Что такое интерактивное путешествие? Интерактивное путешествие это так, ну давайте я сначала вам дам информацию например по этому проекту, это два путешествия, 300 слайдов, изображение картины, которая используется почти гигапиксельное, есть такое понятие гигапиксельное изображение, это изображение примерно размерами 30 на 30 тысяч пикселей, то есть это огромные просто изображения, которые не влезают ни в какой ваш монитор, а это говорит о том, что с ними можно работать по пути последовательного улучшения разрешения, то есть вы сначала видите общий вид, потом можете там 3, 4, 5 раз производить увеличение этой картины и будут открываться вам новые и новые детали этого изображения по мере увеличения, совсем не так, как это происходит с обычной картинкой, когда вы ее увеличиваете, то ничего нового вы не видите, потому что разрешение ее остается таким, как было, например, разрешение экрана не больше. Здесь вот это вот, так как в основе этого проекта лежит вот эта гигапиксельная картинка, то с ней можно играть и изучать ее отдельные части буквально как отдельные произведения, потому что каждую часть можно разглядеть очень подробно, ну и разумеется, такая технология, она хороша для тех произведений, которые содержат много мелких объектов, которые иной раз даже в картинной галерее не разглядишь, и одним из таких, разумеется, первым одним из первых произведений, которые требуют такого подробного показа, это произведение Босха, где много мелких деталей, которые можно описывать бесконечно. Ну вот, например, в известном великом триптихе иоанима Босха сад земных наслаждений, я только животных насчитал около тысячи. Ну, конечно, не все они разные, есть стайки, стада разные, но тем не менее, да, и плюс самих, несколько сот самих сценок, да, которые можно описать. Вот описаны они по принципу интерактивного путешествия. Что это за принцип? Это такой принцип, когда вся картина делится на сценке, мы последовательно движемся от сцены к сцене, условная камера, она то отъезжает, то наезжает на изображение, делает его более четким, более близким, увеличивает масштаб, в результате мы можем рассмотреть сцены разных масштабов, и каждый из этих сцен есть либо контекстная картинка, либо контекстное описание, иной раз и то, и другое, иной раз вместо контекстной картинки приводится какое-то контекстное видео, или контекстный звук, вот, и все это дает возможность изучить данное произведение достаточно подробно, вот, давайте я вам сейчас дам ссылочку не на саму ортотеку, но, например, такого, например, интерактивного описания, одну минутку, я сейчас открою эту ссылочку, и можете ее посмотреть, это не основное, но второе наше интерактивное путешествие, интерактивное путешествие по Босху, но без описаний сцен, зато с описаниями всех зверушек, которые на этой картине изображены, можете посмотреть, ну, это такой авторский взгляд, мы попытались найти на картине всех животных, и дать картинки тех, фотографии тех животных, или примерно таких животных, которые реально существуют в природе, или если они реально не существуют, потому что Босх выдумал много животных своих, из головы, то даем какой-то аналог, на который можно опираться. Вот, всего в этом интерактивном путешествии почти 250 слайдов с основными объектами животного мира, которые изображены на этой картине. ну и второе такое второй проект ортотеки такой, он у нас открытый, я сейчас вам на него дам ссылочку, так, одну минутку, вторая картина, которая, конечно, тоже требует пояснений и детального рассмотрения, это картина из русской живописи, Александр Андреевич Иванов «Явлениях реки», Вы можете тоже внимательно посмотреть, что в нем есть. Ну, в нем есть, во-первых, описание разных фигур, а во-вторых, вторая есть часть, где приводится дополнительные изображения из эскизов Иванова к данному произведению. Как известно, Иванов это произведение писал 20 с лишним лет, и за время создания этой картины он создал, если не изменяет память, около 600 эскизов к этому произведениям. Некоторые эскизы являются просто карандашными набросками, некоторые вполне самостоятельными произведениями, большими, хорошими, интересными. И вот тут сопоставляется каждый из объектов картин, ну, почти каждый, с теми эскизами, которые были сделаны. Ну, хочу сказать, что некоторые фигуры, не все, конечно, даны в данной, не все эскизы, конечно, не все 600 эскизов даны здесь, да, но основные даны, и позволяют вот такое сопоставление, оно позволяет показать, как двигалась мысль художника, как он пытался схватить черты того или иного персонажа, заставлял своих натурщицев или натурщиц принимать те или иные позы, зарисовывал их, и не с первого раза у него получалось иногда несколько десяток разных вариантов, из которых он либо выбирал наилучшие, либо при помощи композиции составлял какую-то фигуру, вот такую интегрированную какую-то фигуру, все это очень интересно, вот посмотрите и на этом примере можете эту технологию тоже интерактивного путешествия освоить. Ну, вот теперь по поводу собственно ортотеки, что она из себя представляет с точки зрения подписки. Есть индивидуальная подписка, это годовая и полугодовая, на год индивидуальная подписка стоит 1400 рублей, на полгода 800 рублей, ну, и есть подписка на ортотеку корпоративная, то есть вузовская, школьная, там, просто корпоративная от компании, для всех пользователей компании стоит 20 тысяч рублей, но есть у нас акция, акция началась летом, я, честно говоря, не знаю, по-моему, это происходит вообще автоматически, то есть даже без вашего обращения к нашему менеджеру, все учебные заведения, которые имеют в своем, в своей учебной программе специальность или направление искусствоведения, вот они на 6 месяцев бесплатно к нашему арт-порталу и картотеке подключены. Так, что я еще тут хотел сказать, да, у нас 4 открытых проекта, на которых вы можете это посмотреть, вот два из них здесь приведены, вот, кстати, второй, который вы видите, книжные миниатюры тоже достаточно интересный проект, там несколько сот произведений, причем не только европейские книжные миниатюры, но и вот индийские, например, арабские и так далее, достаточно интересный проект, еще один открытый проект, это искусство Китая, и четвертый открытый проект, это образ Иисуса Христа в европейском искусстве, они все представлены разными технологиями ортотеки, так что вот как раз можно, да, мы уже сейчас заканчиваем, так что вы основное все услышали, так, а Елена Викторовна задает вопрос о благотворительный фонд в области образования, вот я честно говоря не совсем в контексте, может быть вы поясните, что вы имеете ввиду, я так особо сразу не понимаю, о чем идет речь, ну вот собственно и все, я обо всем рассказал, хочу только сказать, что говорите с вашими менеджерами, возможно вам будут представлены какие-то дополнительные возможности, но политика по подписке она меняется постоянно и некоторые наши проекты то входят, то не входят в бесплатные фонды, все зависит от текущей ситуации и текущего, ну то есть все, что касается денег, оно очень текучее и зависит от текущей ситуации, я вам рассказал вот то, что на настоящий момент существует, вот, значит, хочу вам сказать, что немного подробнее про, только про ортотеку, ну не скажу, что вот абсолютно будет новый вебинар, но более примерно в 2-3 раза подробнее я расскажу на вебинаре, который будет проходить 7 декабря, кому интересно подробнее, там мы постранично посмотрим разные проекты, разные технологии, более подробно, приглашаю вам на этот вебинар, ну да, я хочу сказать, что сам имею отношение к этому проекту, я большинство вот этих вот объектов ортотеки создаю я, поэтому могу вам достаточно подробно рассказать, как первичный носитель информации, так что приходите на наши следующие вебинары, я с удовольствием вас увижу, спасибо за то, что вы пришли и задавали мне вопросы, да, я думаю, что для тех людей, которые данной тематикой интересуются, этот проект очень интересный, и я призываю вас им пользоваться, несмотря на то, что все мы можем искать в гугле по картинкам, но этот проект он тоже очень интересен и представляет особый тоже тоже некоторый интерес для нас. Коллеги, спасибо вам за внимание, жду вас на наших следующих вебинарах, надеюсь, вы придете.